САУ, Китай. История запрета спиртного в России. Удалось ли воинственному народу отказаться от алкоголя? САУ, Китай. 27 октября 2019 года. Когда спрашивают о стране, где больше всего любят выпить, многие люди в первую очередь вспоминают о России. У подавляющего большинства сложилось впечатление, что характерная черта воинственного народа – это распитие спиртных напитков, в том числе и употребление крепкого алкоголя. На самом же деле первое место по количеству употребления спиртного занимают англичане, второе – китайцы. Но если говорить о способности выпивать в одиночку, то здесь уже никто не может сравниться с русскими. Большинство городов России находятся в области высоких широт, где не только чрезвычайно холодно, но и зимние ночи длятся очень долго. По этой причине алкоголь для русских стал жизненной необходимостью. В 90-е годы прошлого века население России составляло 143 миллиона человек. В год в среднем потреблялось 4 миллиарда литров водки. Другими словами, кроме новорожденных и совсем пожилых, каждый человек в среднем выпивал 100 граммов водки ежедневно, а люди среднего возраста не могли спать ночами, не выпив 0,51 литр. Такое пристрастие к спиртному также связывает и с другой дурной традицией русских. Если ты отказываешься выпить за встречу с друзьями, то ты сразу становишься объектом насмешек. То же самое можно увидеть и в некоторых регионах Китая, в которых считается, что если не выпьешь, значит, не уважаешь. С течением времени это превратилось в общепринятую норму. Неважно, сколько человек собралось, но, если на столе стоит водка, ее обязательно нужно выпить. В советский период существовал налог на водку, который составлял четверть от общего дохода бюджета и в тот момент превышал весь военный бюджет СССР за год. Это значит, что в годы мощной советской Красной Армии ее военный бюджет зависел от употребления алкоголя простым населением страны. Во времена Второй мировой войны в Министерстве обороны СССР существовало четкое указание каждому солдату на фронте ежедневно выдавать 100 граммов водки в составе сухого пайка. Без преувеличения можно сказать, что Советский Союз одержал победу над нацистской Германией во многом благодаря водке. Чтобы устранить негативное воздействие на здоровье населения, а также экономический ущерб, еще во времена царской России было предпринято немало мер, запрещающих употребление алкоголя. Например, император Указ Николая II запрещал продажу спиртных напитков, за исключением кабаков и ресторанов. Однако в послевоенные годы вредная привычка по употреблению алкоголя снова получила широкое распространение, поскольку он играл важную роль на полях сражений и за счет налога на водку служил одним из источников доходов в оборонный бюджет. После войны пьянство населения только усилилось, особенно во времена активного развития тяжелой промышленности, когда руководство пренебрегало гражданской промышленностью. Тогда жизнь обычных людей была однообразной и трудной, и мужчинам только и оставалось искать утешение в выпивке, чтобы заглушить тоску. Так водка превратилась в жизненно необходимый жидкий опиум. В годы правления Юрия Андропова время начала работы пивных заведений было принудительно перенесено с 11.00 на 13.00, чтобы люди меньше пили и могли серьезно относиться к работе. Михаил Горбачев пошел еще дальше, он издал указ, строго ограничивающий производство алкоголя. Также были повышенные цены на водку. Кроме того, запрещалось предлагать спиртные напитки во время правительственных банкетов. Однако эффект все еще оставался незначительным, поэтому позже руководитель страны отправил армию в Крым, Грузию и Молдову, чтобы с помощью бульдозеров сравнять виноградники с землей, оставив производство алкогольной продукции без сырья. В какой-то момент усилия Горбачева все же улучшили ситуацию. Вступив в должность, Владимир Путин подал личный пример, твердо обозначив свою позицию против чрезмерного употребления алкоголя. Пить можно, но в умеренном количестве и с низким градусом. После реализации разработанной им антиалкогольной концепции объем потребления алкогольной продукции, проблемы пьянства и многое другое изменились. Однако, мне кажется, что все это лишь поверхностные меры, и требуется пройти долгий путь, чтобы воинственный народ полностью отказался от алкоголя. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.